Всем привет, с вами Татьяна, и сегодня мы узнаем, как поговорить о передвижении в английском языке. Да, друзья, я уверена, что вы уже заметили, что у нас с вами новый фон. Но, конечно же, это всё здорово, замечательно, но я думаю, что для того, чтобы нам обсудить передвижение, нам понадобится что-то больше, чем просто вот эти прелести. Поэтому предлагаю переместиться. Паф! Ребятки, у нас теперь с вами есть доска, но разве это не здорово? Давайте попробуем сегодня поработать с ней и посмотрим, как это пойдёт и, в принципе, как я сама себя буду ко мне вести. Итак, друзья, говоря о передвижении, давайте начнём с самого простого, с наших ног. И если мы хотим сказать, что мы хотим передвигаться, куда-то поехать, дойти, добраться пешочком, мы можем использовать глаголы go, ехать или куда-то пойти, travel, путешествовать, get, добраться, и, внимание, on foot, on foot, дословно на одной ноге, как червяк такой. Например, Ну, в таком случае мы тогда пойдём туда пешочком. Здесь, друзья, очень важно запомнить именно предлог on, как на, и что очень важно слово foot, как немноженное число feet, а foot одна, так ещё и без артикля. Так что, вот оно наше правило, запоминаем грамматику on foot пешком. Но, друзья, если честно, если вы забываете эту фразу on foot, просто скажите walk, walk уже обозначает пешочком. Ну, а теперь, что мы будем делать с транспортом, ведь его так много, и, собственно, в английском также есть очень много способов выражения каких-то поездок на транспорте. Первое и самое банальное, когда мы хотим сказать, что мы добираемся куда-то на чём-то, как, допустим, на машине, на лодке, на трамвае и так далее. Здесь мы следуем вот этой формуле. Мы используем подходящее для нас слово для передвижения, допустим, опять-таки go, пойти куда-то или поехать, get, добраться, travel, путешествовать. И далее, если мы хотим сказать на чём-то, имея в виду транспорт, мы используем предлог buy и далее сам транспорт. Но здесь очень важно без артикля. Например, buy car на машине, buy bus на автобусе, buy plane на самолёте, buy train на поезде, buy boat на лодке и buy ferry на пароме. Кстати, ребята, кто-нибудь сейчас вообще на пароме путешествует, если да, пишите в комментариях обязательно. Я не помню, когда я последний раз вообще ездила, наверное, лет 15 назад. Например, Я как-то не очень люблю путешествовать на автобусе, как-то шатает, всё вертится, крутится, интересно. Buy bus на автобусе, наша фиксированная с вами фразочка. Или такой примерчик. А вы когда-нибудь путешествовали на лодке? Как вам это? Понравилось или нет? Travel by boat. Buy boat на лодке наша фразочка, здесь есть тоже. Используем предлог buy как в качестве на и boat лодку без артиклей. Или такой вариант, друзья. Для того, чтобы добраться туда на самолёте, занимает 2 часа. 2 часа на полёт. Buy plane наша с вами фразочка. Buy plane на самолёте. Конечно же, друзья, это просто пример фраз и выражений, собственно, с глаголом go travel get, но вы можете и, в принципе, опускать этот глагол, когда вы просто хотите сказать на чём-то, или использовать любой другой глагол передвижения. Здесь очень важно помнить одно правило. Вот это. Если мы хотим сказать, что мы передвигаемся на чём-то, мы используем предлог buy в качестве на. И далее сразу же какой-то транспорт. Без всяких артиклей, без всяких дополнительных предлогов. Прямо так, как и идёт. Buy и какой-то транспорт. Это довольно-таки необычно в английском языке, ведь всё-таки английский любит артикли, тем более, когда у нас есть какие-то вещи, которые мы можем посчитать, как, допустим, транспорт. Почему бы нам не посчитать машины? Но здесь, друзья, это просто устойчивое выражение, которое нужно запомнить наизусть, да и на самом деле оно очень хорошо облегчает жизнь. Просто используем buy и сразу транспортное средство. И всё. Любой транспорт, какой вам нравится. Но главное не ноги, да, не пешочком. Пешочком отдельная фраза on foot. Так что, если честно, друзья, вот этот способ buy что-то, это самый надёжный, самый проверенный. Но вот если вдруг вам эта фраза не нравится, как-то не зашла или вы путаетесь в ней, то в английском есть также другого рода глаголы и фразы, которые вы можете использовать для передвижения. Например, если вы водитель, и если вы находитесь на каком-то транспортном средстве, то вы можете использовать фразу водить, водить что-то в качестве drive. Если мы говорим просто drive, то мы уже подразумеваем машину, ехать на машине. Когда, допустим, Но бывают такие случаи, когда мы едем на чём-то ещё, допустим, как на автобусе, на поезде, на лодке, на той же самой. В таком случае нам придётся уточнить, drive что-то. Например, drive a bus, как вести автобус, являться водителем автобуса, или drive a train, вести поезд, являться водителем поезда. Например, Он водитель автобуса, его работа водить автобус. Да. На самом деле, такой банальный пример, но он очень хорошо запоминается. Водитель автобуса водит автобус. Здесь мы уточняем, потому что это не машина, это другое транспортное средство, добавляем автобус. Или такой примерчик. I've never driven a train. Да я никогда в жизни не водила поезд. Интересно, кстати, как-то у нас есть кто-нибудь водитель поезда? Напишите тоже в комментариях. Drive a train, водить поезд. Опять-таки, не машина, поэтому мне придётся уточнить, drive что поезд, a train. Но, друзья, здесь со словом drive, как вы можете заметить, существует некоторое отличие по сравнению вот с этой фразочкой, с фразочкой со словом by. В то время как, когда мы используем by, говорим на чём-то, мы не используем никакой артикль, сразу же добавляем существительное. Если мы хотим добавить drive с каким-то ещё существительным, уточнить нам необходим артикль. Здесь уже появляется drive a bus, drive a train. Вы, конечно же, можете поменять артикль с a на the, если хотите уточнить транспортное средство, либо, в принципе, поменять определяющее слово, как мой, твой, ваш, наш, какой-то там. Не важно. Главное, нам нужно здесь что-то поставить. Просто так drive bus уже сказать не получится. Это ошибка. Так что, друзья, если вы любите путешествовать водя, то вот эта фразочка самая, ну, для вас. Ну и последнее, друзья, а что если мы любим с вами покататься на чём-то, если мы хотим на что-то покататься, либо ехать на чём-то верхом? Для нас также есть в английском интересный глагольчик, глагол ride. Ride. У него есть отличия по сравнению с глаголом drive. Drive, во-первых, вы сам водитель, и во-вторых, чаще всего это где-то внутри чего-то, внутри машины, внутри поезда, внутри автобуса. А вот ride подразумевает под себя вот такое движение, когда вы залазите на что-то, наверх. Собственно, проводя такую ассоциацию, вы можете уже понять, какие слова мы можем использовать, как, например, допустим, ехать на лошади, ехать верхом на лошади, ride a horse, ride a horse. Ну или, например, на любом другом животном мы можем также верхом ехать, ride a camel, ехать на верблюде, ride an elephant, ехать на слоне, ride a pig, ехать на свине, если вы это делаете. Ну, главное вот такое движение, да, неважно на чём, главное наверху. Но мы также сами можем использовать стандартные транспортные средства, как, например, ride a bike, ездить на велосипеде, мы же наверх на него залазим, поэтому оно отлично подходит. Или ride a motobike, ехать на мотоцикле, то же самое, наверху мы садимся и едем. Давайте посмотрим, например, такое предложение. Let's ride a bike, let's ride a bike, давай покатаемся на велосипеде, Вы как? Сейчас весна, как раз очень хорошо, давайте покатаемся. Ride a bike, ride a bike, ехать на велосипеде, кататься на велосипеде. Или такой пример. А он когда-то в свое время катался на мотоцикле, умел это делать, водил мотоцикл, а сейчас ни-ни. Ride a motorbike, ездить верхом на мотоцикле. Или А ты знаешь, как ездить верхом на лошади? Умеешь? Тоже напишите в комментариях, или может быть, вы на чем-то еще ездили, будет очень интересно. Ride a horse, ехать верхом на лошади. И здесь, друзья, вы также можете заметить абсолютную аналогию с глаголом drive. Если мы хотим сказать ride, ехать верхом на чем-то, нам понадобится артикль ride a, ride the, либо какое-то другое определяющее слово, и само существительное. Ride a horse, ride a bike и так далее. То есть, друзья, как вы можете заметить, у нас с вами есть две основные схемы, когда мы говорим о каком-то транспорте. Если мы используем глаголы drive и ride, то нам нужен артикль и далее само слово. Drive, ride, артикль и слово. А если мы хотим сказать стандартное, ехать на чем-то, то мы говорим by что-то. By car, by bus, by train и без артикля. Это очень важно. Кстати, друзья, если вам интересно, не так давно я выкладывала видео по предлогу, by. Оно будет вот здесь, так что, если вы хотите, посмотрите. Думаю, будет вам интересно. Ну что, друзья, скажем спасибо этой великолепной доске, которая оставила для нас все эти записи. Надеюсь, вам понравилось. Обязательно напишите в комментариях. Ну а мы давайте вернемся на наше место. И вот мы снова на нашем обычном месте. Ну как вам, друзья, как такой урок с доской, с такой интеграцией? Было ли поинтереснее, пополезнее использовать доску и тот факт, что на ней все остается написано? Или все-таки лучше переместиться как-то к нашему предыдущему формату, с удобством, диванчиком, картинами и мягким светом? Или вам может быть интересно 50 на 50, где мы могли бы на диванчике спокойно посидеть и переместиться заодно в нашу классную комнату и поучиться уже по-серьезному? Обязательно пишите в комментариях, мне это очень важно, ведь я хочу усовершенствовать свои видео и доносить информацию для вас все более эффективнее, полезнее и, главное, понятнее. А также, друзья, обязательно ставьте лайки, если вам понравилось это видео. Если вы научились, как мы можем говорить с вами о передвижении и будете использовать даже несколько фразочек своей речи, обязательно подписывайтесь на мой канал для больших уроков об английской грамматике и советов по ее изучению. Ну, а я увижусь с вами, да, до следующей недели. Пока-пока!